МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в понедельник, 4 февраля. В студии работает Андрей Тенн. Это куротка о главных событиях. Повышение качества медицинских услуг, открытие школ с высоким стандартом обучения, увеличение доли казахстанского содержания. О поручениях, данных президентом, рассказал Акимобласти Ерлан Кушанов. Уличные травмы занимают первое место в Караганде по количеству обращений в медицинские учреждения, опережая показатели бытового и производственного травматизма. Ежегодно на горках и катках травмируются сотни человек. В прошлом году в Караганде благоустроили полсотни дворов, а жители микрорайона Кунгей наконец-то получили доступ к воде и электроснабжению. Аким района Казбекби Таяна Шатохина провела отчетную встречу. И теперь подробнее об этих и других событиях. Об итогах большой встречи глава региона Ерлан Кушанов провел совещание по итогам расширенного заседания правительства. В областном Акимате обсудили ряд задач, поставленных президентом страны. Доступность жилья, образования и здравоохранения как индикатор уровня жизни казахстанцев. В начале своего выступления Ерлан Кушанов остановился на основных сферах, требующих внимания чиновников. Он подчеркнул, что развитие данных сфер является прямым показателем эффективности их работы. Не обошел вниманием Аким области и вопросы экономики. Это и привлечение инвестиций, и развитие малого-среднего бизнеса. По отраслям экономики, если говорить, на расширенном заседании правительства большое внимание было уделено вопросу развития малого-среднего бизнеса, увеличению его доли структуры ВРП, валово-оригонального продукта. Доля МСБ ВРП должна расти к 50-му году составить не менее 50%. У нас пока, к сожалению, около 14%. Так, Татьяна Юрьевна, 14,6%. Но мы неплохо за этот год выросли. Учитывая, что у нас крупные базовые компании, ну, надо двигаться дальше. Нам нужно сделать акцент на экономике простых вещей и на несырьевой сектор, то есть на обрабатывающий сектор во всех отраслях экономик. Это малый-средний бизнес и АПК, промышленность и так далее. На расширенном заседании правительства Нурсултан Азарбаев дал ряд поручений, в их числе вопросы развития инфраструктуры. Как отметил Акимобласти Ерлан Кошанов, в нашем регионе есть чем похвалиться и есть над чем работать. Также были даны поручения по ряду инфраструктурных вопросов. Объявились питьевой водой. В этом направлении определенная работа ведется. Мы в прошлом году три крупных города. Это Жайрем, Каражал и Сакпаев вопросы решили. Ну, Ерман Абет Ковдулович, у нас есть еще Саяль, у нас есть Джисказган, проблем много. Четкий алгоритм должен быть у нас. Откуда источники финансирования, работа ведется, но надо ускориться. Особенно по Саяку. Многие задачи остаются прежними. Это повышение качества медицинских услуг, открытие школ с высокими стандартами обучения, увеличение доли казахстанского содержания. Необходимо приступить к осуществлению поставленных задач с удвоенной силой, отметил глава региона. Ерлан Кошанов призвал чиновников работать так, чтобы каждая семья сумела ощутить положительные изменения. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Уличные травмы занимают первое место в Караганде по количеству обращений в медицинские учреждения, опережая показатели бытового и производственного травматизма. По словам врачей, ежегодно на горках и катках травмируются сотни человек. В последнее время высокую популярность обрел тюбинг. Другими словами, катание на надувных баллонах. В разных точках города, вблизи горок, заработали прокаты тюбинговатрушек. Однако вместе с весельем популярная зимняя забава приносит и травмы, причем опасные. Это подтверждают и врачи. В основном за медицинской помощью после подобного время препровождения обращаются дети и подростки. Как правило, это пациенты средневозносной группы. Дети, подростки, молодые люди, которые на выходные решили покататься на горке, соответственно, получают травмы. Это повреждения позвоночного столба, переломы конечностей. Поехать за порцией хорошего настроения, а вернуться с перелома может каждый. В местах полных людей, снега и различных приспособлений от травм никто не застрахован. Впрочем, те, кто превратил всеми любимую забаву в доход, снимают с себя ответственность за какие-либо происшествия. По их словам, горожане сами не соблюдают правила безопасности. Детские травмы – следствие родительской халатности, заявляет Булат Умаров. На один маленький баллон садятся по несколько человек. Мы предупреждаем, а они не слушают. Разные есть люди. Некоторые начинают угрожать и просят не лезть. Некоторые родители оставляют маленьких детей без присмотра. В выходные поток людей большой, за каждым не уследишь. Врачи заявляют, что с каждым годом число пациентов с переломами в зимний сезон увеличивается. В этом году из-за катания на горках пострадало более сотни человек. Это в несколько раз превышает прошлогоднюю цифру. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Караганде 4 февраля. По сведениям областного департамента полиции, на путепроводе по улице Гоголя водитель автомашины Ауди выехал на полосу встречного движения. Автомобиль касательно столкнулся с автомашиной Мерседес-Бенц. Далее от удара совершил столкновение с полицейской автомашиной УАЗ. В результате аварии водитель автомашины Ауди скончался при госпитализации. Водитель служебной машины госпитализирован. Начато досудебное расследование. И к другим новостям. В прошлом году в Караганде благоустроили полсотни дворов. А жители микрорайона Кунгей наконец-то получили доступ к воде и электроснабжению. Это и многое другое, чем запомнился прошлый год, рассказала Аким района имени Казбекби Татьяна Шатохина. Она провела отчетную встречу перед жителями. За прошедший год 50 дворовых территорий в районе имени Казбекби приобрели совершенно другой вид. Были восстановлены асфальтные покрытия, установлены лавочки и урны. Такое же преображение ждет еще 50 дворов в текущем году. Отремонтировали и дороги. Как отметила Татьяна Шатохина, большое внимание уделяется развитию инфраструктуры района. В 2018 году была продолжена работа по развитию инфраструктуры района имени Казбекби города Караганды. Строительство новой автомобильной дороги по улице Приканальная от проспекта Республики до улицы Татимбета. Период реализации 2018-19 годы. Начаты работы по капитальному ремонту автодороги по проспекту строителей. Реконструированы автомобильные дороги и тротуары по улице Гоголя. Средним ремонтом охвачены внутриквартальные дороги микрорайона «Орбита». Автомобильные дороги по 16 маршруту микрорайона «Кунгей». Также хочу отметить, что накануне Нового года были обеспечены водой и электроснабжением рядов этого микрорайона. Грядут изменения в системе жилищно-коммунального хозяйства. Прозрачность данного сектора обеспечит система Е-Шан-Рах, которая может заработать в этом году. Таким образом, карагандинцы смогут контролировать расходы по дому, подавать обращения по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Внедрение единой системы управления многоквартирными домами является частью программы «Цифровой Казахстан». В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» в текущем году начата работа по программе Е-Шан-Рах, в которой будет отражена информация по каждому многоэтажному жилому дому, включая поэтажные планы. И Е-Шан-Рах позволит проводить собрание в электронном формате, подавать обращения по проблемам ЖКХ в электронном формате, будет более прозрачная эта сфера, и появится возможность в автоматизированном режиме проводить анализ дам, обмениваться информацией между собственными квартирами для более эффективного содержания домов. В ходе встречи прозвучал ряд вопросов со стороны жителей района. Большинство людей волнуют вопросы благоустройства дворовых территорий и работы общественного транспорта. Аким района Татьяна Шатохина подчеркнула, что обращения и жалобы людей не останутся без внимания. Тохжан Лянова, Айден Джакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Казахский язык на латинице. Казахстанцам представили правила правописания. Первыми к обсуждению правил приступили преподаватели и ученые. Мероприятие было организовано Управлением по развитию языков Карагандинской области. Особенности написания и произношения букв в новой азбуке все еще являются предметом обсуждения ученых. Очередное мероприятие, посвященное разъяснению новых правил, состоялось в Доме дружбы. Участниками стали преподаватели казахского языка школ и колледжей города, а также лингвисты и специалисты, ответственные за внедрение данного проекта в регионах. Переход казахского языка на латинскую графику является одной из важнейших задач на сегодняшний день. Сегодня собрались специалисты со всей области, чтобы обсудить новые правила. Я считаю, что благодаря этим правилам многое станет понятно. Проект новых правил правописания был представлен общественности 18 января на страницах газеты «Егемен Казахстан». Они коснулись правописания специфических звуков казахского языка. Как вы знаете, нынешний алфавит на основе латиниста состоит из 32 букв. А алфавит на кириллисе вы знаете из 42 букв. Соответственно, которые слова, которые взаимственные слова, да, монтер, асфальт, где есть мягкий знак, дирижер. И, допустим, тот же самый, у нас есть слово «хоян», да, которое пишется через «я». То есть, как эти, скажем так, как эти слова теперь мы будем писать, и какими буквами они были заменены, это все написано как раз в этих правилах правописания. Стоит отметить, что это далеко не последний вариант нового алфавита. Предложения, высказанные в ходе круглого стола, отправят в Национальный научно-практический центр Тель-Казна имени Шайсултана Шайахметова при Комитете по развитию языков Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Тухжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Кто виноват в том, что подростки становятся преступниками, дети или взрослые? Это и многие другие темы обсуждали карагандинские школьники в ходе областного этапа республиканского дебатного турнира. Интеллектуальные состязания прошли на базе гимназии номер 93. Семь актуальных тем было предложено участникам этапа республиканского дебатного турнира. Школьники со всех регионов Карагандинской области обсудили проблемы подростковой преступности, проблемы выбора будущей профессии и многое другое. Надия Гайнуддинова – ученица девятого класса сельской школы поселка Сакаровка. Она призналась, что получает большое удовольствие от участия в дебатах и намерена связать свое будущее с политической деятельностью. Мне, допустим, интересна политика. Возможно, в будущем я хочу пойти по каким-то ступеням политики. И поэтому дебаты – это вообще, в принципе, интересно, поскольку это цивилизованный спор, как говорится. И просто дискуссировать интересно с ребятами, потому что все талантливые собрались, все одаренные. Очень интересно для своего развития, для общения. Главная цель мероприятия – развитие и популяризация школьного дебатного движения. Организаторы уверены, что именно цивилизованный спор формирует позитивное, критическое мышление подростков, помогает формировать навыки системного анализа собственной позиции. В областном этапе принимают участие 30 команд – победители региональных туров. На областном этапе участвуют практически все города и районы, плюс школы-интернаты. То есть это уже показывает, говорит о том, что дебатное движение в области с каждым годом растет. Турниры мы проводим не впервые, и с каждым годом количество участников растет. Качество подготовки участников с каждым годом растет. Это тоже уже является одним из явных хороших показателей. По итогам состязания первые места в двух лигах – казахскоязычной и русскоязычной – заняли команды «Жалын» и «Дарын». Победители награждены кубками, грамотами, а также денежными сертификатами. Именно они будут защищать честь Карагандинской области в финальном этапе республиканского дебатного турнира. Андрей Тенайденжакан, Андрей Тимофеев, Первый – Карагандинский. После поражения в Рязани Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» переехал в Саров, где встретился с одноименным клубом. В результате напряженного матча карагандинская дружина выиграла со счетом 2-3. Эта победа укрепила позиции команды в плей-офф. В первом периоде зрители голов так и не увидели, а вот на старте второго периода «Сарарка» реализовало численное преимущество. Заброшенной шайбой отметился Александр Ремов, на что хозяева быстро смогли ответить своим голом, который был также забит при игре в неравных составах. Но под занавес периода Олег Ломаку вывел «Сарарку» вперед 1-2. В заключительный третий матч Олег Ломака отдал острую передачу Артуру Сарварову, который мастерски уложил вратаря и отправил снаряд в уже пустые ворота 1-3. Хозяевам льда удалось сократить отставание лишь за 38 секунд до окончания матча. 2-3. Трудовая победа «Сарарки». Считаю, что мы неплохо все сыграли. Есть ошибочки. По качеству игры я доволен ребятами. В принципе, хороший матч. Едем дальше в следующий город. Последняя победа позволила «Сарарке» подняться на 13-е место в турнирной таблице, а также укрепить позиции в плей-офф. Следующий матч «Карагандинская ледовая дружина» проведет 4 февраля в Тамбове с одноименной командой. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й «Карагандинский». Это все на сегодня. Ждите новостей на 1-м «Карагандинском» и вы будете в курсе всех событий. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!